Ассаляму алейкум, с вами Мадина, и мы продолжаем тему инвестиций. В прошлом видео мы говорили о том, куда вложить деньги, если ваша цель – это приумножить средства для приобретения чего-то важного. То есть мы рассматривали наименее рискованные и наиболее безопасные виды инвестирования. Мы также поговорили об инвестировании в бизнес и какие риски с этим связаны. Сегодня мы поговорим об инвестировании в ценные бумаги, а также о криптовалютах. Начнем с облигаций. Облигации представляют собой кредит под проценты, поэтому инвестировать в облигации запрещено. Попроще дело обстоит с акциями. Вкладывать в акции можно, но здесь есть несколько важных ограничений. Первое – это компания, акция, которую вы приобретаете, не должна заниматься запрещенными видами деятельности. А это деятельность, связанная с алкоголем, деятельность, связанная с табаком, сферой развлечений, игорными играми, музыкой и так далее. И еще одно важное ограничение в том, что компания должна производить запрещенный нехаляльный продукт. Если это сфера продуктов питания, соответственно, мы должны выбирать только халяльные компании. Второе ограничение шариатских стандартов в отношении акций связано с долей кредитных средств. Вся кредиторская и дебиторская задолженность под проценты не должна превышать 1,3. И даже если компания соответствует этому показателю, то у нас нет никаких гарантий, что за весь период инвестирования данный показатель не выйдет за пределы дозволенного. Поэтому и здесь есть достаточно много рисков с точки зрения шариата. Таким образом, если мы посмотрим на российский рынок акций, то таких компаний, в акции которых мы можем инвестировать, практически нет. Если говорить о зарубежном рынке, то здесь ситуация получше. Но и здесь советую вам быть очень внимательными при выборе акций, куда вы вкладываетесь. Есть еще один вид ценных бумаг, куда можно инвестировать. Это исламские ценные бумаги Sukuk. По сути, это те же акции, только здесь уже акции выпускаются не на компанию, а на какой-то актив. Например, у компании есть аэропорт, и она решила выпустить ценные бумаги. Соответственно, если вы их покупаете, вы получаете доход с деятельности данного аэропорта. В России пока нет таких ценных бумаг Sukuk, куда мы можем вложиться. Однако есть хорошая новость. В августе 2017 года был зарегистрирован первый технический выпуск Sukuk. И это говорит о том, что в перспективе данный рынок может развиваться в России, и когда-нибудь в ближайшем будущем мы сможем с вами приобретать данные ценные бумаги. Если это случится, мы обязательно вас об этом преинформируем. Следующий вид инвестирования – криптовалюты. Как мы обещали, мы запишем отдельное видео на тему халяльности криптовалют, поскольку мнение ученых во многих институтах ФИК только формируется на этот счет. Рассмотрим инвестиции в криптовалюту с точки зрения экономической целесообразности. Существует два основных способа зарабатывания на криптовалюте. Первый – это добыча криптовалюты, так называемый майнинг, и второй – это покупка и продажа криптовалюты. Если говорить о майнинге, то заработать на него в наши дни практически невозможно. Вы вложите огромные средства в покупку оборудования, в электричество, в аренду складов и т.д., но результат вам не будет гарантирован, поскольку вы не сможете конкурировать с крупными заводами, для которых это основной вид деятельности. И, как говорится, во время золотой лихорадки зарабатывают те, кто продает вам лопаты, то есть те, кто продает вам видеокарты и другое оборудование. И если вы надеетесь, что сможете продать это оборудование после такого активного использования, то спешу вас разочаровать – стоимость данных видеокарт будет стремиться к нулю. А если вы рассчитываете вернуть часть вложенных средств после майнинга за счет продажи оборудования, то задайте себе сами вопрос – готовы ли вы покупать такой компьютер после такой активной эксплуатации? Или, например, стали ли вы покупать автомобиль после активного использования в качестве такси? Таким образом, рынку криптовалюты слойственно высокая неопределенность. И во многом рост курса обеспечивается притоком новых игроков, аналогично, как это происходит в финансовых пирамидах. А теперь представьте, что произойдет, если в одночасье доверие к криптовалюте исчезнет. Тот курс, который был сегодня, завтра станет уже практически нулевым. А что вы думаете об инвестировании в акции в криптовалюты? Пишите в комментариях. И в завершение несколько слов обращения к инвесторам. Если вам интересно сотрудничать с нами в подборе халяльных инвестиционных проектов и других объектов инвестирования, пишите нам на нашу почту. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам было полезно данное видео, задавайте свои вопросы. С вами была Мадина Калимулина. Уасаляму алейкум.